Открутил педаль тормоза. Сейчас откручу руль и рулевую колонку. Откручиваю гайку и снимать будем руль. Головка на 27 мм. Полностью гайку не откручиваю, ослабил ее. Аккуратно, чтобы не сломать руль, чтобы он у нас не треснул. Все отошел в раскачку влево-вправо, но опять же усилие такое, чтобы не сломать. Сразу еще до покраски высверлю обломанные болты все, чтобы потом уже это не тревожить. Титановое сверло взял, болты с нержавейки, но почему-то они приржавели. Таким образом продолжаю. Разбираю полностью здесь панель, сниму щиток, оголю передний щит. Потом сниму рулевую колонку и смогу уже целиком скинуть щит. Крепится вон всего по низу двумя болтами. И также стойки у него упорные. Здесь уже в колхозе лесами делали, чтобы работало. Предохранители. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ладно, отключаю Отцепил я щиток Ничего другого не придумал Я пометил маркером все разъемы И соединил Капроновыми хомутами Куда какие идет На какой щиток идет На какой тумблер идет По крайней мере Потом именно туда подцепить смогу Где было Сейчас концы пооткусываю Чтоб можно было Вытаскивать через технологическое отверстие А при сборке Потом накидать Уже на место накидаю Но электрик все равно будет переделывать Всю полностью проводку Теперь откручиваю Кожух Откручиваю верхнюю часть панели И откручиваю нижнюю часть панели Еще разъем Потихоньку-потихоньку опустошаю. Теперь сниму мотор стеклоочистителя. Снял трубку и снял разъем. Откручиваю два болта крепления мотора. И также сниму форсунки и подводящие со стеклоочистителя. Здесь стеклоочиститель, червячный механизм идет. Мотор не напрямую, а через трос работает. Снял трубку. Снял трубку. Снял трубку. Снял трубку. Теперь отключаю подвод на форсунки. Одну и вторую. С той стороны привод я снял. Открутил две гайки, снял шайбу. Заднюю прижимную и снял привод. С этой стороны привод я вывожу целиком и уже смогу вытащить. Вот так вот механизм. Вот так вот механизм. Все. Здесь в принципе все раскидал. Теперь надо только... Сейчас откручу замок зажигания и рулевую колонку вытаскиваю туда, в сторону двигателя. И тогда уже вот этот низ панели снимется легко. А также с этой стороны надо будет отсверлить заклепки вот на эту сеточку. Убрал я всю проводку через вот эти технологичные окна, где протянул, а где пообрезал, перекинул и скрутил. Потому что провода все равно большей частью... Да не больше, а практически все провода будут заменены. Новую проводку мы не покупали. Получается дорогое удовольствие. Очень дорогое. Вроде бы до смешного проводка не должна быть дорогая, но дорогая. Открутил рулевую колонку. Открутил педаль газа. Половина крепления, половина сниму уже... Ну откручу, когда сниму щит. Также открутил рулевую колонку. Также открутил рулевую колонку снизу, здесь рулевую тягу. И уже можно ее снять. Я думаю, мне ничего не мешает. Так. 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 ciento ли Nope С этой стороны у меня только вот трубку надо снизу открутить на рабочий цилиндр сцепления. И остается со второй стороны открутить вот этот кронштейн. Две гайки сверху и три болта снизу. В принципе, даже я, наверное, три болта снизу пока откручивать не буду. Откручу вот эти два крепления. Подвешиваю щит и откручу снизу два длинных болта основных, которые у нас держат, и подниму. Подвесил так вот край нам. Откручиваю нижнее крепление. Вот он болт. С одной стороны и с другой стороны. Всего на этих двух точках основных стоит этот щит. Сейчас я их откручиваю и поднимаю. Все, оба болта выбил. Вот она, зашипелилась. Поднимаем. А. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...